Благодаря сдаче оружия в столице республики улучшилась криминогенная обстановка. Сотрудники Якутского отдела лицензионно-разрешительной работы подвели итоги ушедшего года. Количество оружия, тарифы и факты в сюжете Афанасия Николаева. В прошлом году произошло серьезное повышение тарифов вознаграждения за добровольную сдачу оружия. За нарезное оружие гражданам выплачивают 8 тысяч рублей, за гладкоствольное 6. Причем цена не зависит от состояния ствола. Оценка оружия не зависит от состояния самого ствола. То есть может быть номера нечитабельные, либо вообще без механизма. В ржавом состоянии, всякое разное люди сдают. Оценка оружия за добровольные сдачу предметы вооружения не зависит от их состояния. Только чисто комиссия оценивает нарезной ствол или гладкоствольный. И в соответствии с тем, с постановлением правительства номер 446, установленные тарифы выплачивают за гладкоствольное оружие. 6 тысяч рублей, за охотничий карабин с нарезным столом 8 тысяч рублей. По законам рынка вслед за спросом выросло и предложение. Всего за 2015 год жители столицы сдали более 120 единиц охотничьего оружия и 50 тысяч патронов к нарезному оружию. Количество выросло больше, чем на 80%. Это серьезно отразилось на криминогенной обстановке в Якутске. Очень стали заинтересованы. В связи с этим, конечно же, пошел вал сдаваемого оружия. В связи с чем также улучшилась оперативная основка в городе. Совершено меньше тяжких и особо тяжких преступлений. То есть с применением гнистрального оружия. Работа по приему оружия продолжается. Инспекторы отдела напоминают, что добровольная сдача оружия – это не только денежное вознаграждение, но и освобождение от уголовной ответственности за незаконное хранение ООНова. Афанасий Николаев, Иван Семенов, НВК САХА, Якутск.